Сегодня мы проводили экспертные заключения основ экологической концепции Русской Православной Церкви. На наш взгляд, и ученые это подтвердили, документ сбалансированный и доработанный. И мы планируем, что после официального принятия этого документа в течение месяца мы получим несколько миллионов добровольцев или волонтеров, которые будут с чистой совестью, не на страх, а именно на совесть защищать, охранять окружающую среду. И мы получим именно людей воодушевленных этой идеей, потому что все мы понимаем, что верующий человек, он не имеет какой-то корысти и будет это делать добровольно и добросовестно. Русская Православная Церковь впервые ввела понятие экологического образования и просвещения. Эта тема широко обсуждается и в государственных кругах, но государство пока не сделало шаг вперед, и ни в школах, ни в вузах у нас нет пока таких предметов. Церковь собирается вводить предметы в своих учебных заведениях и обучать священников, которые будут работать с паствой по этим вопросам. Также очень важно, что Русская Православная Церковь планирует соработничество, то есть сотрудничество по этой теме со всеми общественными экологическими и неэкологическими организациями. И также открыто для предложений со всех сторон. Собственно, поэтому мы обсуждали сегодняшнюю концепцию именно со светскими учеными. Другим религиям тоже неплохо было бы разобрать эту тему и предложить какие-то свои мировоззренческие подходы к вопросам экологии. А самое главное, не ограничиваться мировоззренческими подходами, а идти дальше, идти в практическое русло и уже готовить и проводить конкретные природоохранные мероприятия.